Смотрите, у нас очень много покупают тонированных цветных масел для того, чтобы изменить цвет древесины. Вот исходный цвет дуба, а вот получается на выкрасах вот такая история. И видно, что цвет получается достаточно однородный. Понятно, что отличается светлая плашка от темной плашки, структура дерева и так далее. Но есть так называемые капризные, проблемные мы их называем породы дерева, которые могут тонироваться пятнами. Пятнами почему? Потому что у них очень разная плотность даже на одном куске древесины. Сейчас мы в этом убедимся. Вот у нас подготовленный, отшлифован щит из березы и из бука. Вообще какие это породы дерева? Это вот как раз таки береза, бук, клен, очень много также термобереза, термобук. Отчасти, ну эти породы редко, там вишня, яблоня и так далее, слишком мягкие и рыхлые породы, тоже могут проблемно пятнами тонироваться. Сейчас я вам покажу, что имеется в виду. Это не должно быть сюрпризом для профессионала, для того, кто работает постоянно с цветными маслами, но для тех, кто редко работает с отделкой, иногда бывает сюрприз. А еще такой момент, что не предупредив об этом клиента, можно попасть в просаг. То есть клиент думает, что тонировка это придание поверхности однородного тона. То есть вот видно, да, сейчас у нас светлая часть, темная часть, сучок, сейчас я все затонирую и все будет одной тональности, однородная. Вот это совершенно не так, совершенно не об этом. Тонировка это придание тона, но мы в этот момент не избавляемся от контрастности между плашками. То есть та, которая была темнее, она и будет темнее, та, которая была светлее, она и будет светлее. И плюс вот этот момент, то, что проблемные породы вот так вот пятнами идут. Я, кстати говоря, приведу пример, у меня есть несколько фотографий с реальных объектов, где видно вот как клён пятнами затонировано. Это не значит, что это плохо, но об этом надо заранее предупредить клиенту. Потому что клиенту многие вещи элементарно непонятны. Клиент человек, как правило, неискушенный в вопросах отделки древесины. Сейчас мы это всё увидим наглядно, своими глазами. Я не буду много уделять времени тому, чтобы промазать фаску, с вашего позволения. Задача этого опыта не в этом. А задача именно показать, что у нас получится на лицевой поверхности самой. Задача этого опыта мягкая древесина, она больше? Конечно, да. Расход увеличивается? Да. Это тоже надо учитывать. Потому что производитель прописывает на своих банках вообще, честно сказать, очень усреднённые данные. Очень усреднённые данные по расходу материала. Как правило, на самой популярной породе. Например, если это паркетное масло, то, скорее всего, будет прописано на дубе. Но на буке я могу точно сказать, что расход будет как минимум в два раза больше цветного масла. И как бы очень сложно здесь винить производителя. Производитель не может упомянуть все возможные варианты, их бесконечное множество. Об этом должны знать в большей степени именно профессиональные мастера, те, кто работают в этом сегменте. Этот щит просто для чего? Этот щит мы сделали именно для этого опыта. Для этого опыта, чтобы показать. Потому что есть, скажем так, классические запросы, я их называю. То есть запросы, на которые я 10-15 лет подряд отвечаю на одни и те же запросы. Почему так? Почему так? Вот сейчас лето, допустим, и у меня стабильно один раз в день звонит какой-нибудь мастер-паркетчик из любого города страны и говорит, Леонид, у меня масло не сохнет. Почему у меня масло не высохло? И я уже там 10-15-20 лет подряд отвечаю на один и тот же вопрос. Ребята, влажность на улице высокая, все материалы высыхают долго. Штукатурки под покраску, под обои тоже сохнут долго, стяжки долго сохнут на объектах. Естественно, ваши масла тоже будут сохнуть долго. Почему? Потому что в воздухе очень много влаги сейчас. Дожди идут, влажность высокая. А зимой, наоборот, все сохнет быстро. Почему? Потому что батареи шпает. Ты интуитивно уже понимаешь, что такая оляпистость получается. Где-то очень хорошо смотрится, где-то, конечно, не хорошо. Блин, вот все, конечно, здорово, но в основном у, скажем так, среднестатистического клиента, как правило, это вызывает истерию. Нет, неожиданно. Потому что, а почему для него это неожиданно? Потому что его, во-первых, никто об этом заранее не уведомил. Раз. А во-вторых, уведомить это тоже недостаточно. Надо людям показывать наглядно. То есть делать выкрасы. Вот если бы у нас был объект с такой березой, даже маленький объект, одна комната, мы бы все равно делали вот такие выкрасы, потому что тонировать березу, ну, в общем, сейчас сами увидите все. Скажи про щит, что это вообще? Я тебе говорю, просто лежал щит с березом, его в момент переезда вроде бы хотели выкинуть, а потом пришла идея, давайте снимем видео на эту тему, благо она такая очень злободневная. Нанес масло, вытираю все это дело, как положено. Береза как будто перебилась на такие же пятна, как у меня. Ну, что скажете? Вот, смотрите, что скажет на это обычный клиент? Клиент скажет мастеру, а ты зачем мне вот здесь вот пятно сделал? Вот почему вот здесь у тебя темное, а вот здесь вот светлое? Почему вот это какое-то пятно? Почему вот здесь вот? Почему вот здесь вот? Вот это, вот это. Это все естественная структура дерева. Это места, близкие к сучку. Понятно, да? Вот дуб так себя не ведет. Он более-менее однородно по плотности, однородно окрашивается. Он показывает структуру дерева, но он не выдает вот таких вот неожиданных, как будто бы пятен. Вот, вот это вот. Очень частая ситуация. Бывает такое, мне частный клиент, там, не знаю, посмотрел там видео на ютубе, нашел мои контакты, да, и присылает фотографии и говорит, Леонид, посмотрите, как безобразно сделал работу мастер. Я говорю, слушай, а я ничего безобразного не вижу. Здесь проблемы мастера нет. Здесь проблемы мастера только в одном, то, что он заранее вас об этом не предупредил, не подготовил. Ну, там ситуации две. Он мог не знать, это плохо. Другая ситуация, он мог знать и думал, что это все знают, а он не знает. И поэтому получился вот такой сюрприз. Давайте теперь тот же самый опыт сделаем на щите из бука. Бук тоже очень капризен в этом смысле. Не, Володь, понимаете, в чем дело? Оно здорово смотрится, потому что, ну, такой действительно интересный тон. Но если клиент об этом заранее знает, скорее всего он скажет, ну, да, ладно, что, нормально, была береза, ну, такой вроде, как бы такой же. Сампарную доску поставить, такой огромный стол, грубо, такой брошировок. Да, 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 да. А человек думал, что наоборот, он сейчас сделает тонировку, Настя, вот тонировать волос, да? Они же однородные получаются. Девушка такая, сразу такая какая-то... Ухоженная. Ухоженная, все. А вот здесь что с ухоженностью? Здесь наоборот, да, пятнами все, ни о какой ухоженности, здесь речи нет. Ничего с этим делать не нужно. Об этом нужно заранее предупредить клиента, показать ему наглядно, потому что словами клиент это не поймет. Потому что действительно, Настя правильно сказала, хотели ухоженный пол, а получили стильканты. Разные вещи. Клиент, может быть, не готов к этому аляпистому полу. Но если он заранее предупрежден, может быть, он как-то скорректирует какой-то свой дизайн.